Керала Керала – страна гор, а еще это страна пряностей. Сегодня Керала – Мекка для туристов. Собственно, тут не было недостатков в путешественниках и визитерах еще со времен античности. Тут были греки, римляне, потом сюда пришли жители Аппенин, арабы, за которыми последовали испанцы и португальцы. Тут есть свидетельство их пребывания, но наши попытки найти Старый Порт пока не увенчались успехом. Сегодня власти штата переносят акцент с туризма пассивно-пляжного на туризм активный, познавательный. Чтобы иметь достопримечательности, их вначале нужно раскопать. Сегодня в Керале одновременно работает несколько археологических экспедиций. «Мы видим, что уже в ту эпоху велась чрезвычайно активная торговля. Судя по типу гончарных изделий и бытовой утвари, которую мы обнаружили, речь идет о купцах и мореплавателях, живших в Средиземном море и на берегах Красного моря. Цивилизация, существовавшая здесь, уже умела строить корабли, морские причалы для их разгрузки. Так что порт Музерис, который, как мы считали, был утерян в глубине веков, сегодня частично предстал перед нашими глазами». Сложность работы ученых – это еще и климат, обильные тропические ливни. Влажность не способствует сохранности, особенно если это касается деревянных изделий. «Нам трудно не только атрибутировать, что к какой эпохе относится. Нас порой ставит в тупик утилитарное предназначение той или иной вещи, предмета, который мы достаем из имеющегося культурного слоя. В данном случае мы предполагаем, что многие сосуды были предназначены для хранения пряностей, которые использовались не только в кулинарии, но и в аюрведе. Керала – не только один из центров выращивания и обработки пряностей. Тут развивалась и аюрведа. До сих пор ее традиции бережно сохраняются». «Керала была в ту эпоху настоящим плавильным котлом. Она была одним из центров глобализации того времени. Тут был перекрёсток культур, традиций и обычаев разных стран и народов». Власти Керала развивают общекультурный проект в рамках всего штатовых планах создания нескольких исторических зон, в том числе и той, что расположена поблизости от древнего порта. Кералу пытались покорить и силой тоже. Тут побывали завоеватели из Северной Африки, Европы, в частности, португальцы-испанцы. Позднее их сменили британцы. Восстановление порта требует крупных инвестиций и на местном, и на общенациональном уровне. Колоссальным успехом у туристов пользуется продукция местных гончарных дел мастеров. Гончарный круг в Керале крутят и женщины. «Меня этому научила моя мама, а ее ее мамой. Так из поколения в поколение мы делаем эти кувшины и горшки. История нашего семейного дела уходит в глубину веков». «Мы ответственно подходим к выбору маршрутов. Мы продуманно составляем программы с тем, чтобы интерес путешественника не угасал». Так или иначе, но пари, которые взяли на себя власти Кералы, далеко от того, чтобы быть полностью выигранным. Требуется совершить усилия и требуется время. И древняя история Кералы станет частью настоящего.